и прочую оснастку ко всему этому оборудованию. Соответственно, по приглашению от вашей компании, сотрудничество Дмитрием, такое мероприятие, назвать это, конечно, будет неправильно, но, скажем, такое совещание организовали. Для чего это все организовано? Мы всегда выступаем за то, чтобы арматура применялась в соответствии с эксплуатационными характеристиками, с условиями, которые прописаны в руководствах по эксплуатации и так далее и тому подобное. Все эти рекомендации написаны по живым примерам того, как это делать не надо, или то, как это делать наоборот надо, собранных со всех наших клиентов, больших и не очень. Соответственно, мы бы хотели просто даже не то, чтобы обучить, а скорее напомнить некоторые правила, может быть, показать, проиллюстрировать то, что действительно важно при работе с данного рода соединениями, устройствами и так далее. Вот, в связи с этим, буквально кратко, то есть по всем аспектам пройдемся, начинает работать трубкой, заканчивая вопросами по установке и применению нашей арматуры. Соответственно, с импульсной трубкой вы, насколько я вижу, прекрасно работаете, прекрасно знакомы. То есть здесь какие-то совсем, наверное, базовые вещи повторять даже не придется. Но лучше все-таки рассказать именно о нюансах, которые важны для сборки. Я не знаю, о чем, собственно, хотел сказать. То есть остановимся, наверное, подробнее на нюансах в сборке. Тем более, что зачастую трубу, например, применяют не нашу или не только нашу, то есть ту, которую мы поставляем вместе с литингами. Мы этому, сразу говорю, не препятствуем применению другой трубы, но там есть некоторые параметры, которые мы просим неукоснительно соблюдать. Соответственно, не забывайте о том, что рабочее давление системы надо всегда сверять с рабочим давлением трубки, потому что не очень будет хорошо, если вы возьмете трубку 12 на 1, и которая рабочее давление 220 на сверху, и в которую вы подойдите 350. Она, конечно, не лопнет, но это будет все-таки нарушение условий эксплуатации, техническая приемка, например, всю систему у вас была завернута. Гарантия того, что она не лопнет, это вот такой вот отрезочек обжатой трубы. Это, насколько я помню, у нас 10 мм труба. Тестировалось это нашим производителем у себя на базе. То есть это гарантия того, что даже при многократном превышении, то есть это примерно 4-х кратное превышение давления трубки, с этим ничего не будет. То есть трубка у нас лопнула, то есть ее вывернула, можно сказать, на знаку, а фитинги при этом даже течи не стали. То есть трубка помимо этого еще раздула, это, в общем-то, прекрасно видно, но фитинги не слетели, течи они не стали. То есть это гарантия того, что даже в случае, если у вас система пойдет многократно превышающая давление, с фитингами у вас ничего не случится. То есть ни трубка не вылетит, ни течи они не начнут, а течи, ну, даже если это воздух высокого давления, это очень неприятно. Смотрите. Подобная вещь обычно всем нравится, потому что так ярко показывает. Она потом может замениться, или уже это все однораздно? Вот после такого нет, сегмент менять, там трубка раздута, как бочек нет, я имею в виду фитинги. Гайку можно снять, кольца связаются. То есть кольца это расходник, скажем так. То есть кольца мы меняем всегда, вы их обжали на трубке, все, они никуда не снимаются. Да, но при этом если срезать кусок трубки, гайку можно использовать повторно. То есть мы этому не препятствуем. А сами штуцера, например, то есть они тоже подлежат замене? Круца через определенное количество сборок, да. То есть мы все-таки рекомендуем проверять. А какое количество сборок этих? Если мы говорим про многократность разборки, то для фитинга это порядка в среднем, в среднем по больнице 50-60 раз. Это уверенно при рекомендуемых усилиях затяжки размера до 20-ти километров. Больше 25 там, абсолютно отдельная песня. Это касаемо колец. То есть через 40-50-60 сборок, то есть когда у вас соединение уже приходит тихоньку в негодность, торец трубки спиливается, либо заменяется весь сегмент, обжимаются новые кольца, прикручиваются дальше. По сроку жизни самого корпуса, если у него нет никаких физических повреждений, то оно в принципе ничем такими не ограничивается. Поскольку это достаточно прочный монолитный корпус, изготавливается он из одного пуска материала, и проблем с ним никаких не возникает. На нашей практике такие фитинги и корпуса стоят 10 лет. Ну а не кованые, насколько я знаю, да? То есть это... Там кованая заготовка, и она уже точится после этого. Кроме резьбы, резьба накатывается. У нас в последнее время очень часто спрашивают, а резьба у вас резана или катана? Потому что катанная считается, что долговечнее, прочнее и качественнее, как ни странно. Да, резьба катана. То есть это в принципе даже можно увидеть, если взять каникельскую резьбу, там на последних нитках резьбы угол зубчика он не острый, он немножко плоский. И там видно, что он не точеный, он именно накатанный. То есть там такая легкая шагрень имеется. То есть это не дефектно в коем случае. Это допускается абсолютно по стандартам производства данной резьбы. Также не стоит забывать вот еще о чем. С повышением температуры рабочее давление как у трубки, так и у фитингов у нас понижается. То же самое относится и к коронам, но об этом я еще повторю. То есть по трубке не стоит забывать, что опять же возьмем для примера... Но это касается газов или это все-таки тоже критично и для жидкости? Нет, для рабочих давлений и температуры. То есть это не важно, газы, жидкости, абсолютно без разницы. Не зависит от типа рабочей среды, то есть мы берем физических параметров. Если у нас допустим та же трубка 12 на 1, и если материал трубки нержавеющая стать 316, 220 бар рабочее давление. Это вот если мы посмотрим при температурах до 149, ну мы круглим до 150 градусов Цельсия. Соответственно, если мы возьмем температуру 316, например, градусов, там коэффициент будет уже 0,85. То есть мы 220 умножить на 0,85, получим реальное рабочее давление при данной температуре. Эту вещь тоже не стоит забывать совсем. Очень многие забывают, тем более, что у нас на инвентаре есть изделие на температуру едет до 600 градусов Цельсия. Если мы говорим о бычатых коронах с графитовыми уплотнениями, там 648, это верхняя край температуры. Но при этом мы всегда говорим, что рабочее давление 414 бар и 648 градусов. Скажем так, где пограничных величин? Не будет так, что 414 бар и 648 градусов. Такого, собственно, быть не может. Это иллюстрирует как раз-таки данные таблицы. Вот эта данная таблица относится к трубке, но подобное же правило относится и ко всей арматуре. Далее. Преимущества работы с инкульсными трубками над обычными трубами, тем более спорными, вам, наверное, объясняют. Нет, расскажите. Было бы интересно послушать все-таки. Поскольку мы разговариваем о цельнотянутой трубе, то главное преимущество у нас это отсутствие швов. То есть отсутствие швов выше механическая прочность. Соответственно, выше рабочее давление трубы, соответственно, мы можем применять трубку с более тонкими стенками. То есть, например, в проекте, где была заложена трубка, например, сварная 25 на 3,5 или толще, мы можем применить трубку меньшего диаметра и с меньшей толщиной. То есть, исходя, опять же, из рабочего давления. То есть, что нам это может дать? Мы обеспечим сравненную пропускную способность системы с таким же рабочим давлением, с такими же рабочими температурами, с такими же механическими параметрами, но, условно говоря, применив меньший материал. Просто мне всегда казалось, что цельнотянутая труба применяется еще с точки зрения гидравлического сопротивления, потому что если много гибов и трасса длинная... это как раз второе. Действительно, поскольку труба вытягивается целиком из одной заготовки, то есть, мы, например, поставляем 6-метровые хлысты, но, в принципе, в мире есть производство и бухты. То есть, бухта, она бывает до 150, например, до 250 метров. Вот если мы берем небольшие диаметры, соответственно, да, с точки зрения гидравлического сопротивления у нас нет никаких швов, у нас выше качество обработки поверхности, то есть, у нас меньше шероховатости. Если мы говорим про нашу трубку, то шероховатость поверхности у нее как внутренний, так и наружный порядок одного микрометра. То есть, да, есть цельнотянутая труба со специальной обработкой, она называется электрохимполированная, но это, скажем так, отдельная тема для разговора, поскольку там арматура специализированная нужна со сравнимой шероховатостью поверхности. А вот такой очень тонкий момент. Мы применяли трубу, также она электросварная, цельнотянутая, горячо-деформированная, по-моему, да, горячо-деформированная, но российского производства. И допуск на диаметр, он, ну, не... Допуск на диаметр, да, извините, что перебиваю, допуск на диаметр по ГОСТу, мы говорим о ГОСТовской трубе, я так понимаю. Да, сейчас у нас... Ну, Таш, покажи, пожалуйста, фрагмент трубы, чтобы мы понимали. К сожалению, на память не воспроизведу. 98 или 99, там что-то 71. Сталкивались мы с этой трубой, внешне очень похоже, может быть, немножко более матовая поверхность, наружная. Но, например... Да, то есть она изначально была не совсем презентабельного. Например, те образцы, которые были у нас, полученные с завода, секундочку, ну, не сравнить было с таким качеством проводки трубы. Ну, да, то есть... Это элементарно по внешнему виду, и плюс там были, знаете, некоторые дефекты, дефекты то ли производства, то ли перевозки, потому что были царапины, были затертости, то есть такое ощущение, что трубу при протяжке ее производили на не очень хорошем оборудовании, то есть там дефильера для протяжки уже достаточно подношенная, то есть возникают дефекты вот этой формы, через которую вытягивается, соответственно, у нас возникает продольная царапина. То есть мы, когда трубу ровно отрезали и зачистили торец, относительно большой диаметр, 14 мм, увидели, что на профиле даже глазом половина, что она не круглая, она многогрянник. То есть это, в принципе, даже ощущалось тактивно, скажем так. А чем это грозит при сборке? Грозит это тем, что допуск у нас на трубу по фитингам регламентируется стандартом АСТ МА269. Согласно этому стандарту производство трубки. Допуск по наружному диаметру для данной трубы при диаметре до 25 мм или 1 дюйма, там они в соседних колонках идут, составляет плюс-минус 0,13 мм. То есть 0,13 мм. Если мы возьмем ГОСТ, там три класса точности. Если мы возьмем высшей класса точности, это особо высокоточная труба, класса точности, там составляет плюс-минус 0,2. Мы брали совсем верхний край, то есть верх того, что мы можем произвести в нашей стране по качеству, по нашим стандартам. 0,2-0,13, сами понимаете, разница здесь ощутима. Сандрик то же самое, то есть чью трубу мы поставляем, шведская. Они производят по 269 стандарту, то есть у них допуски идут 0,13, но по их собственной внутренней инициативе у них труба, которая имеет допуски хуже, чем плюс-минус 0,08 мм, она выходной контроль не проходит. То есть они, использованные стандарты, перекрывают ровно два раза. Соответственно, мы рекомендуем использовать в этом случае трубу либо нашу, либо любую другую трубу, которая произведена по стандарту STMA969, если мы говорим о трубе из 316-й державики. То есть мы не запрещаем использовать трубу других производителей, рекомендуем, конечно, все в комплекте брать, но если у вас есть уже какое-то складское номинование трубы, смотрите, чтобы она была произведена вот по этому стандарту. То есть это, опять же повторюсь, мы говорим для трубы до 25 мм. Все, что свыше 25 мм, это отдельная голова, там у нас идут немножко другие допуски уже побольше, и там идет специальный инструмент для обжима. То есть вот про все фитинги, которые мы расскажем, это все обжим вручную. Все, что выше, например, уже 16-го диаметра, руками обжимать уже достаточно сложно, либо надо брать метровый гаечный ключ. Мы это тоже проходили. Нет, я скажу честно, был в Перми при мне 25-е фитинги руками обжимали. То есть брали ключ, набивали трубу метровую. У нас есть вот такой гиналометрический ключ, который я могу встать. У нас тоже есть гиналометрический ключ. Вот, ну, здесь вот. То есть мы сейчас говорим про маленького диаметра. У нас занимает и больше проблем возникает с трубами именно большого диаметра, а маленький диаметр у нас нет. Большой это какой? Это вот 25-я. 20-я, да. И он начинает с 20-я. Ну, 20-ю, 25-ю, тогда давайте на этом подробнее остановимся. То есть общие правила для всех фитингов, они те же. То есть единственное, что какую-то мелочь, например, над журнами руками. Для больших размеров мы все-таки рекомендуем использовать инструмент. Чуть похоже, объясню почему. Чего из преимуществ импульса над трубами? Опять-таки мы возвращаемся к меньшей толщине. То есть поскольку мы используем фитинги, для обжива, нам можно не закладывать такую избыточную толщину стенки, допустим, под сварку, под нарезку резьбы и так далее. Если мы нарезаем ту же самую НПТ-резьбу, там толщину стенки надо брать на миллиметрах хотя бы 3-3,5. Потому что мы на выходе получим уже достаточно трубу. Здесь мы можем взять ту же самую. Собственно, опыту могу сказать. По проекту была заложена труба 14х3, только из того расчета, что они варили эту трубу. Причем варили руками, не орбитальной сваркой. Соответственно, там основные шубы не очень по качеству. Мы людей перевели на трубку 12х1,8х1. Потому что она проходила по рабочему давлению, она проходила у них по сопротивлению всей системы. И, собственно, проблем никаких не возникало. То есть это, опять же... Ну, я так понимаю, может быть, вам этот фактор будет актуален. Это снижение общей массы системы. Ну да, если, допустим... Если у нас была 14х3, которая была 100 кг, а мы поставили 12х1, где там общий вес был 75 кг, четверть массы экономии, это достаточно ощутимо. С учетом вашей специфики, именно производства различных... То есть с ней работать проще, я так понимаю, и гнете резко... И работать с ней проще, да. Потому что 14х2, ну, с большим усилием, она даже руками гнется. То есть, да, это будет большой трубогиб, но она гнется руками. 14х3 даже трубогибом согнуть уже очень сложно. То есть та же трубка, допустим, 1,2 дюйма, это 12,7 с толщиной стенки, 2,11, гнется уже очень тяжело. Но гнется. А если мы говорим про толстостенную трубу, ну, тут даже разговоры. Продолжение следует...